На Красноярском рынке загородной недвижимости сейчас много разных предложений, которые различаются по цене, по материалам и по формату самого жилья. Сегодня отправимся на экскурсию в современный деревянный дом. Кстати, еще в 2009 году во время кризиса тогдашний губернатор края Александр Хлопунин заявил, что необходимо активно развивать деревянное домостроение. Это должно было поддержать не только строительную отрасль, но и лесной комплекс. На сегодня, говорят специалисты, в Красноярске насчитывается порядка 10 серьезных компаний, которые занимаются возведением именно деревянных домов. Вот и посмотрим, как сейчас выглядит такое жилье. Если сравнивать дома из разных традиционных строительных материалов, то кирпичные и бетонные здания выглядят более почными и основательными, нежели деревянные. С другой стороны, если посмотреть на технические характеристики, то дерево по теплопроводности превосходит кирпич примерно в 6-8 раз, а пенобетон на 20-40%. К примеру, чтобы выдержать морозы до минус 30 градусов, кирпичная стена должна быть минимум толщиной где-то 60 сантиметров, а деревянная – 10. В Красноярске же многие строительные компании используют деревянный брус в полтора раза толще. Стены 15-го бруса – это, в принципе, по всей Сибири так строят. Даже вот в Богучанах дом из 15-го бруса довольно хорошо держит тепло. Но никто не мешает сделать из 18-го, из 200-го бруса как бы стены, и тогда будет еще лучше. Основная причина, почему строительство деревянных домов набирает популярность – относительно низкая стоимость. Но сегодня цена квадратного метра в полностью готовом деревянном доме в 2,5-3 раза ниже, чем в кирпичном или бетонном. По планировке же частные дома сейчас в основном все похожи, вне зависимости от материала. Первый этаж общий, второй – жилой. Вот это, можно сказать, обычный двухэтажный деревянный дом. Он сделан из сосны, его площадь 140 квадратных метров. Здесь пока еще идут работы, но планировка уже известна. И мы можем совершить экскурсию и посмотреть, как выглядит дом изнутри. Из небольшой прихожей мы сразу попадаем в кухню. Здесь два вида отопления – это печное отопление и электрический котел. Также на первом этаже находится полностью оборудованный санузел, где есть душевая кабина и бойлер. Вторая комната – это гостиная. И здесь же печь переходит у нас в камин. А жилая зона находится на втором этаже. Давайте поднимемся выше. В принципе, комната на втором этаже может быть столько, сколько угодно. Но вот в этом доме, второй этаж, это еще одна большая общая комната, где может быть игровая зона или зона отдыха. И две большие спальные. Примерно по 15 квадратных метров. Вот такой стандартный деревянный дом. Кстати, внутри деревянный дом практически не нуждается в отделке. Только в обработке специальными красками и пропетками, защищающими от огня и гниения. Обычно горостроители все делают в едином стиле. Но есть исключение, когда для одного из зданий используют брус с закруглением. Сейчас дома в Красноярске в основном строят из лиственницы и сосны. А вот для строительства бани на участках используют кедр. Кедр, он не выдает при нагревании смолу. Фактически не выдает смолу, что требуется для бани. Специалист настоятельно рекомендует тщательно относиться к составлению договора при покупке деревянного дома. Обязательно надо обратить внимание в пункты договоров, что входит в само строительство коттеджа. Обязательно водоснабжение, отопление, электричество, септик. Если этого в договоре нет, то все подобные работы придется делать самостоятельно. И возможно нарушение конструкции здания. В полностью готовом доме должны быть все основные коммуникации. Компания «Дачный сезон» предлагает строительство деревянных домов, бань и гаражей под ключ. Земельные участки в деревне Плоское. Телефон 286-87-87. Сайт www.fabrikadomov.su.ploskaya.rf Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова